Приветствую вас. Смотрите какая штука получается. Вы можете отомстить, можете отомстить. Если хотите этого, то можете отомстить. Я уверен, что никто вас там удерживать не будет от того, чтобы отомстить. Я не знаю, кому вы писали, но как бы никто не будет вас удерживать. Хотите отомстить без каких-либо проблем. Вот серьезно. Сложность здесь немножко другая. Дело в том, что опыт, условно говоря, опыт, мой опыт, опыт, допустим, коллег, он говорит о том, что человек, который хочет отомстить, как вы, грубо говоря, из чувства обиды, например. Вот. И совершить месть, совершить месть. Обиды не проходят. Потому что агрессия, злость, которую вы испытываете сейчас, это производная от боли, но не сама боль. А вот саму боль пока что вы, как мне кажется, себе подавляет. И плотность здесь заключается именно в том, что вы можете мстить сколько угодно, вы можете сколько угодно мстить, но это не решить проблемы вашей боли, которые у вас есть. Потому что от боли можно избавиться только через ее выражение, через ее проживание, через ее принятие, через ее отпускание. Вот. И, так сказать, через переработку внутреннюю. Вот. Оказывается, ничего из этого вы не делаете. Вот. Я не говорю, что вы должны, вы не подумайте. Просто говорю, что с болью работать, как правило, нужно вот примерно в таком контексте, в таком ключе. Вот. Вот. И вам бы, если начало, поработать бы, собственно, с болью и обидой. Вот. А потом уже, когда боли и обиды пройдут, вот уже тогда, можно как раз таки и решить. Хотите ли вы отомстить? Или нет? Если хотите, то как отомстить? И так далее. Никто вас перевубеждать не будет. Потому что это дело очень неблагодарное. Вот. Вот вся штука. Насчет бумеранга. Это немножечко. Не по адресу вы обратились. Потому что мы психологи. Мы не эзотерики. И вот вам немножечко здесь нужно обратиться к другим людям. Я думаю, что здесь вы несколько ошиблась. Вот. Вот и все. У вас совершенно спокойно может быть такая ценность, как, например, допустим, ценность, что справедливый. Ну, к примеру. И до тех пор, пока эта ценность вам не мешает, пока эта ценность, ну, грубо говоря, вас не отвлекает, пока эта ценность вас, ну, не разрушает. Вот. Пока этого не происходит. Ну, мне кажется, что... Совершенно спокойно можете вы к этому стремиться, если вам хочется, и вершите, вершите справедливость там, где хотите. Вот. Кто и что вам может здесь противопоставить, а для меня, честно говоря, загадка. Вот. Вполне возможно, что где-то в глубине души ВСМ сомневаются, раз обращаются вот к нам. Ну, так это больше вопрос к вам, к тому, насколько вы честны с собой. Понимаете? Такая штука. Вот. Если... Если вы с собой не будете честны, то вам, я боюсь, не поможет... Вот. Вместо так далее. Потому что... Ну, условно говоря, это не совсем... Честно. Вот. Потому что боль ведь она... Вот она ваша. Вот. А вы пытаетесь ее... Три раз перенести ее... Другому человеку. Вот. Ну, это ваша боль. А, собственно, меньше не станет. К сожалению. К сожалению. Вот. Поэтому... Лично я думаю, что... Вас... Вот... Сегодня... А... Привело... А... Сюда... Вот. Я говорю... К нам на... Сайт... А... То, что... Вы... Ну, ну, вот... Вот. То, что вы... Ну, сомневаетесь в том, насколько это... Ну, насколько это адекватно ставить, скажем так. Насколько это вот... То, что вам может... Ну, помочь... Что вам может... Обеспечить... Обеспечить... Решение проблем. Вот. Я вам могу... Сказать, что... Ну, это не решит проблем. Ваш. Вот. Вот. А... Хотя бы потому... Хотя бы. Хотя бы. Хотя бы. Потому... Что сейчас... А вы... Вот именно сейчас... А вы... Находите на эмоциях. То есть, вы... Движими эмоциями. Своими эмоциями. Понимаете? Ммм... А эмоции ваши... Они справедливы только для вас. Они не справедливы для... Ну, для другого человека. Кем бы он ни был. Понимаете? Какая штука. Поэтому... Э... Если... И когда... Эмоции... У вас... Э... Грубо говоря, пройдут. Да? Ну, поработать с ними. Чтоб они... Э... Вам... Помещали. Чтоб они... Вас не... Э... Ну... Не беспокоили. Чтоб они... Вот. А... И... Тогда... Уже... Вы можете решить, что вам делать. А... И решить... Кстати говоря... Совершенно... Спокойно. В том плане, что... Ну... Вы... Можете решить... Как... Как я буду... По... По... Поступать... В этой ситуации. Вот. И... Соответственно... Соответственно... Э... Это вот... Уже... Э... Согласитесь... Это уже... В некая стратегия... Которая... Могла бы учесть... Э... 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 Э ваших чувств, например, тоже помогло учесть, то получается, что одну точку зрения вы отрицаете полностью, а твою точку зрения принимаете на 100%. Я не думаю, что где-то бывает 100% правда, по крайней мере, я о таких случаях не знаю. Правда, она есть везде, везде и понемногу, поэтому давайте как-то будем исходить из этого. Итак, еще, чтобы вы поняли, насчет бумеранга и кармы, это, мне кажется, все-таки не совсем к психологу. Мне кажется, что насчет бумеранга и кармы, это вверху больше, значит, к вверху. Они больше по этой части. Ну, так вышло. Что касается места, в контексте, обиды, то вначале нужно поработать с обидой, чтобы обидовать. Отпустило. Вот. Потому что только, ну, только так можно действительно освободиться от болезненности какой-то. Вот. Потому что, ну, вместе вы лишь подпитываете это чувство. Ну, подпитываете вот это вот эмоции негативно-негативно. Вот. И, соответственно, как бы, ну, вы никак тебе не помогайте от слова совсем. Вот. Если что вы, безусловно, если хотите, можете, без всяких вопросов, Вы можете, значит, отомстить мужу, но, повторюсь, вы делаете это для него, вы выделаете внимание ему, вы живёте в этот момент, или как бы вам это было неприятно, а не неприятно, но это так. В этот момент вы живёте мужем своим. Значит, о себе вы не думаете, и о себе внимания вы не уделяете. Вам нужно, чтобы пережить боль, чтобы пережить обиду, вот, вам нужно уделять внимание о себе, чтобы что-то больше делать, тем больше чем на то, что, ну вот, значит, вам станет легче, вам будет легче. Вот, ну, то, что вам будет легче, это сто процентов, конечно, опрос в том, когда и какими средствами вы этого добьетесь. Вот, я скажу сейчас банальную вещь, но уметь, она всегда оставляет ощущение только пустоты и некой бессмысленности, потому что человек, который мстит, мстит именно на эмоциях, это человек, который, к сожалению, который, к сожалению, ага, ага, сегодня в жизни, вот так, я бы сказал. И, как бы, нет ничего плохого, чтобы человек жил в эмоции, но хочет он, хочет он жить в эмоции, да, пусть живет, как бы, никаких, вообще, эмоций, никаких проблем, претензий нет, поэтому нет, нет, вот, ну, по крайней мере, у меня, да, если он хочет жить, эх, эх, каждый человек живет, так как он хочет жить рядом с думой и, эээ, ну, как-то вот, такая, эээ, история здесь, ну вот, поэтому, эээ, поэтому это нанесет, вот, эээ, ну, ладно, чтобы это ни в коем случае не разрушало, чтобы это не разрушало вас, чтобы это не разрушало, как бы, вашу жизнь, чтобы вы не жили в, эээ, ну, эээ, ну, как бы, чтобы мы не жили в, эээ, чужой, чужой жизнью, понимаете, вот. А, когда происходит вот, эээ, такая ситуация, когда вы хотите там птичь, живете этим, пытаетесь от ненависти, вот, то вы, к сожалению, эээ, живут, например, здесь, живут и люди, реального, а то же, реального того же человека не существует, вот, к сожалению, к сожалению. вот, эээ, то, что, в принципе я хотел вам сказать, вот, в принципе, то, что. то я хотел вам выучить исключительно с позиции психотерапии. То есть мы ни от чего не отказываемся, мы просто ищем баланс. То есть в данном случае вы немножечко ну как бы перегибаете палку с одной стороны и себе соответственно вредите и проблемы не решаете. Вот. Такая вот история. Если вы, допустим, грубо говоря, говорите, что нет, у меня там самое важное, допустим, для меня это отомстить мужу, да? Ну, допустим, допустим, вот самое важное для меня отомстить мужу, а потом уже все остальное хорошо, тогда идите отомстите. Когда вы отомстите, мы будем готовы с вами поработать, мы будем готовы вам помочь, потому что обиды и боль, они не денутся там никуда. Вот. Ну, обращайтесь в таком случае, а потом, вот. То есть как бы вот в чем здесь ваш вопрос? Если вы спросите психолога, то я бы, ну, я бы сказал вот почему, да? Потому что как специалист я знаю, что это вот, ну, абсолютно никуда не веду. Да, вот как специалист я знаю, что это вот вообще ни к чему не приводит от слова совсем. Я знаю, потому что, ну, мы, мы, будучи, как бы, психологами обладаем как знаниями, так и практикой опытом. О работе с различными, ну, различными ситуациями, различными историями жизни людей. Вот. И, к сожалению, ваша история, она не единственная пока. Вот. Я думаю, что вам нужно найти способ выразить свою боль, да, которая сейчас выражается только через ненависть. Вот вам нужно найти другой способ это сделать. И я думаю, в принципе, что вы сможете это сделать. Я думаю, что у вас есть, ну, у вас есть такая возможность это сделать. Вопрос только заключается в том, хотите ли вы. Вот. Если хотите, мы поможем. Если нет, я не очень понимаю, для чего вы задаете свой вопрос. В этом все. Я надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго, удачи. Буду благодарен за обратную связь, которая может послушать сначала психотерапию. Психотерапия. Продолжение следует.